Сосок мужика, Ганслингер, Беляш с креветкой, Бруня. Видимо, человек ник сменил. Такой, тыли замена. Нет, по-моему, такой же и был никнейм. Нет, там один был русский. Ну, не суть. И за Милан и Компани также играют Милан, капитан команды, Ивл, Тим, Найт и Энджой. Опять же, команда Милана и компания отправляют Виверну в бан. У КФС стандартный для нашего турнира бан это уходит. А Дайвинг? Да. Сегодня его однажды успели ухватить. Так же Найт Сталкер ушел в бан, и сейчас ребята думают, кого еще забанить. Видимо, Милан и компания смотрят на... Ну, проверяют то, на ком играет. Поэтому, ну, чекали статистику игроков, поэтому у них они знают, кого банят. Ну, мне так кажется. Да, возможно, все-таки не решили поответственнее отнестись к этой игре. И, быть может, покажут что-то. Так же в бан уходит Лишрак, от которого она получала, как раз таки, команда Милан и компани. И первым в пик залетает Кристал Мейден у Милан и компани. Неплохой, такой, дефолтный саппорт. Главное, не фидить им по кулдауну. Ну, Цемки мне нравится. Вот, Глимер Кейпа очень много дал простора для Цемки. Она может уходить в него и спокойно стоять, ультовать. То есть, нужны какие-нибудь просветы или что-то и опять сбивать там, Докапер, Докапер Константин. Но, в принципе, полезен, как бы, очень для саппорта. И поэтому... Он, Цемки, очень даже заходит. Киевси опять берут... А, это против них тогда брали.. Против команды Киевси брали Геррокоптера. И, в этот раз, решили они взять... ...и-мира. Возможно, также, попробует пойти Мид. Коэме, команда, которая выиграла, с названием Ноунейм. Да, быть может, они хотят повторить просто, им понравилась эта тактика очень. Быть может, также будут максить ракету в миде, так как такой скиллбилд показал, что может он приносить плоды. И следующий герой это Vengeful Spirit, я полагаю, это будет саппорт в Изи Лейне. Что ж, ждем ответного пика от Belan & Company. Ну да, Vengeful Spirit это по-любому саппорт, и как бы думать не о чем. А команда Belan & Company задумывается о том, кого взять, возможно это будет либо мидер, либо саппорт. Потому что, или можно какого-нибудь героя такого взять, потому что сейчас, ну, такого очень важного, потому что будет два бана идти. Лина, это все-таки мидер. Ну, не факт, что Лина будет мидер, может, это будет две сестрички в трипле саппортить, ну хотя, хотя быть может ты и прав. Ну, посмотрим, может быть, да, действительно ребята хотят запутать своего соперника и показать, что, мол, Лина идет на мид, а на самом-то деле это второй саппорт. Лина идет на мидер. Или даже Керри, Лина. Кто знает. Да, бывает всяческое, но я думаю, тут Belan & Company не станут рисковать такими необычными стартами, как Лина и Керри, и все-таки по дефолту отправиться в мид, я полагаю. Ну да, это оптимальный выбор для нее. Быстрый левел, быстрая лагуна. Много демеджа. Много опыта, много колды. Да, на самом деле можно геро-коптера даже будет ваншотать и через БКБ, в теории, если собрать быстрый Аганим Септер. Уходит Тайтхантер, ну, довольно сильный, я считаю, хардлайнер за счет его ульты, которые приносят очень много для всей команды в целом. Да, и к тому же Тайтхантер отлично вкатывает под геро-коптера. Реведж и колдаун неплохая связка, поэтому Тайтхантер это очень даже неплохой бан. Посмотрим, чем ответят KFC. Ну, кей, все что-то приздумывались, идет у них время уже дополнительное. Да, что-то они долго, однако, рассуждают. Видимо, у ребят не было время подготовиться, они буквально вот только закончили игру и тут же вторая, но они не стали противиться и, в общем-то... Отправляют Баратруму в бан. Ну, довольно такой герой, который может вначале шороху навести и... Если против Бара ничего не противопоставит и там не будет сейф ТП, то... Ну да, это большая проблема. Буквально в пару станов герой коптера в миде можно, неважно где забирать и... Поэтому Баратрум неплохой выбор. Магнус также отправляется в бан. Ребята из Миланд Компани очень боятся каких-то масс ультов. То есть это и Виверна, и Тейдхантер, и... Магнус... Ну, они, видимо, видели, что Магнус не давал в предыдущей игре зайти на ХГ, как бы, ну, мешал все равно. Ульта Магнуса довольно сильная. И, возможно, они все-таки опасаются ее. Да, да, Магнус даже, быть может, мог бы перевернуть в прошлой игре... Все происходящее. Ну, не совсем-таки удалось был. Слишком большой перефарм и ноунеймов. Но его... Полярити в последних замесах очень даже было неплохо. И Таск отправляется в бан также от команды KFC. Ну, в последнее время Таск в Родоте довольно частый гость. Он... У него что-то для Сапова он не идеальный, можно сказать, саппорт. Есть стеночка такая своеобразная, есть стан, который может также подсоедить своего союзника. Сигил, который всем мешает, замедляет скорость атаки, скорость передвижения. Ну, и ульта как бы. Такая не слабая, с маленьким ТД. Видимо, ребята решили как-то со стороны накидывать, если они боятся всего этого массового. Ну, да-да. Какой-то будет один у них танчище, видимо, парень, и остальные будут кастить с расстояния. Зепс заходит от KFC, я полагаю, все-таки он будет в миде, а герокоптер будет по дефолту стоять в изилайне, не будет мидового герокоптера, как в прошлой игре показывали ноунейм. Ну, да, там, мне кажется, обстоятельства сделал, чтобы герокоптер ушел в мид. Либо знает, как там, допустим, уже не раз стоял там, а не помню, кто именно на герокоптере играл, чтобы контрил не раз с эфа таким образом. Поэтому он мне сказал, давайте, ребята, я возьму герокоптер изи, гадка, и все. Ну, на самом деле, да, это очень даже неплохая Contra SF, когда вот вы даже с Сергеем в прошлой игре рассуждали, кого же можно взять против Shadow Finda, то, ну, мне как-то в голову приходил, например, какой-то Viper, то есть, ну, вполне такой неплохо восхитящий герой, который может нахарасить, но, как оказалось, то, что герокоптер, оказывается, тоже может неплохо противопоставиться этому Shadow Finda в миде. И следующим героем от KFC заходит Рубик. Отличный выбор, есть что красить уже, как минимум, это Лагуна Блейд, это Хук Клокверка и Фризен Филд Кристал Мейден. Так, да, Рубик неплохой герой. Очень такой противный, та же Лагуна, вот даже вот еще можно и... Это забрать. Sonic Wave, да, точно. Тут Рубик вообще, на самом деле, огромное просто поле для действий. Главное собрать Ганим Септер и просто без кулдауна красть и сразу же и Лагуну, и Хук, и Sonic Wave и делать доту. Ну, если это ему дадут, конечно, все это сделать, потому что его можно так же быстро забрать под тем же Sonic Wave, если он попадет, то он сразу отправится в таверну. Так, ну, нашли последние баны, это... ушел Герри. Блудсикер от команды KFC, потому что... Ну, да, такой... Он может вначале, как бы, получить инициативу, и быстренько они смогли бы с помощью него закончить. Ну, и Сларк тоже отправился в бан. Тот герой, который может... Неплохо так накидывать. Неплохо так накидывать. Ну, посмотрим, что сейчас будут выбирать команда из KFC. У них... Каждый из команд остался под керри-героя. Не, на самом деле керри-героя уже есть. Это геррокоптер. Мне кажется, это будет... А, да, геррокоптер. Я не заметил, блин, что-то протупил. Четвертая игра, видимо, сказывается. Уже непросто, однако, стримить. Четыре игры подряд. Это для тех ребят, кто мечтает быть там, как Каспер или Вилат. Это на самом деле непросто. Конечно, не в шахте работать, но тем не менее. Это будет либо хардлайнер, либо митер, так как Зевс тоже может держать хардлайн. Вполне-таки, откидываясь первым спелом. Аккуратненько. И все-таки, видимо, Лина будет... О, Сенкин. Вот так вот. В хардне вполне будет себя комфортно чувствовать. Но на самом деле нет. Потому что АОЕшный стан имеется от Лины. АОЕ нюк от Кристал Мейден. Поэтому пески ему тут не помогут. Ему здесь либо уходить в лес и отдавать... Не знаю... Зевсу харду и кто-то туда пойдет в мит. Не просто очень. Сенкинг не очень-таки вкатывает для... Именно хардлайна. При данном пике, по моему мнению. Ну да, то есть мы как-то сегодня видели, как Сенкинга... Органи... Как Сенкинга оправдал пик один раз. У команды не помню какой именно. Но довольно неплохо. Команда Рейджа Финнерс. Да, Рейджа Финнерс неплохо реализовали Сенкинга на харде. Поэтому... Посмотрим, как Энсенкинг зайдет. Так-то да. В харду Зевса только если отправлять. Но Зевс будет довольно страдать сильно. Ну, только под тавером если ставить. Поэтому он явно туда не пойдет. Тогда мид никого ставить и так далее. Это Абадон? Это керри Абадон или керри Лина все-таки? Что это будет? Не, это керри Лина будет. Абадон будет на подселе стоять. И все. В принципе, нормально. Ну, даже не знаю. Мне на самом деле не очень нравится пик. Каждая из команд я сомневаюсь в каждом. Но посмотрим, как реализуют. У маков, как мне кажется, это будет такая пик на быструю игру. То есть они будут пытаться давить под таверы, под щитами. Дело в том, что есть чем откидываться. Ну, и так. За команду Milan Company. На Абадоне сидит Evil. На Клокверке Knight. За Лину будет играть Тим. На миде будет стоять за Queen of Pain Milan. И на Crystal Maiden Enjoy. За команду KFC. Так, Gunslinger играет на Санки Ге. Ауткаст играет на Гирокоптере. Бруни на Зевсе. Сосок мужика играет на Рубике. И... Так. Беляш и Креветочка. Играет на Винге. С Креветкой. А, с Креветкой. Ну, не суть. Ребята прожали смоки и ждут. Ждут команду. Но все так же прожали смоки и идут, в общем-то, забирают руну. Все, получается, так около дефолтно. Никто даже не бежит пока что поставить в арт. И, в общем-то, ребята просто заберут руну и те, и те, и никто ничего не выиграет. Даже скорее это как-то... плохо скажется. Потому что они потеряют там время еще на то, чтобы разбежаться и прочее. Уже какую игру ребята пытаются там за ганкой, да, вначале, и почти ни у кого не удается. То есть как-то расходится. Ребята не навязывают файт и все. Это Кири Абадон. Посмотри. Не зря он берет эту руну. Это будет Кири Абадон. Прикольно. Я полагаю, это Саши Яши и различные там Момы. Посмотрим, посмотрим на реализацию Кири Абадона. Ну, Машик тоже ему тему. Там Саши Яша, Баш. Да, да, хорошая тема. Ну, просто Мом, неважно, пускай его бьют. Ему реально неважно. Но это дикий атак спит с этим Момом. И Макшиным третьим. Ну, у него плюс еще неплохо этот пассивка будет давать ему. Замедление, скорость, стаки и так далее. Ну, я и говорю, третья пассивка, то есть в Машу. А, ну, да, да, да. Ну, в этот раз никто не блочил спауны. А, вот только один. Пардик есть. Ну, и вот быстренько сносит Лина. Ну, вот, как я и говорил, две сестрички будут просто стоять в изи-лайне и помогать их керри. А, на топе также в трипле стоит герокоптер вместе со своей Венгой и Рубиком. Клокерк осторожненько пытается получать экспириенс, но Венга здесь его гоняет. Ну, пока как-то ровненько начали все так покрепаться. Он должен закопаться, на самом деле, на это так, если будет еще подходить. Потому что Рокет Бараш это лишь только первого левела был. И не было стана. Лучше ему стоит стоять аккуратней. А с Сенкинга все более комфортно, он стоит под Тауэром. Ну, а сейчас должны пойти отводы, а уже идет. Плюс двойной будет отвод с одного на другой кэмп еще. Уйдут грибочки. Все неплохо сделала тут Лина. Надо это отметить. Да, так и получилось. В пабах не всегда получается у ребят такое. Ну, в общем-то, Сенкингу здесь лучше просто не выходить. Да, просить своих саппортов, чтобы делали стаки. Да, да. Или, не знаю, ну, как-то неактуально ему на самом деле стоять. Здесь даже какого-то варда не имеется. То есть, не увидит выхода Лины, которая вот, например, сейчас уже берет дабл дэмэдж и может спокойненько на него выходить. Бороу-страйк. Ну да, она так это делает, но слишком рано начала идти кристалмэйден, но вот он в ответ пошел. Как-то не поняли друг друга, что тут делать. Лина с кристаллкой. То есть, вроде бы, как бы и начали нападать, а потом он что-то отошел и там, блин, как-то тоже неверенно. Да, плохой выход был, потому что Санкинг прекрасно понимал, что его будут сейчас гангать, что все неспроста, хотя вардов даже нет. Просто на Майдгейме, как я понимаю. Да, ну понимал, ну то есть идет кристаллка, но значит не просто идет, значит где-то Лина рядом. В принципе, логично. Да. Между прочим, у Дайр сейчас не стоит ни одного варда, потому что все были сломаны удачно. И Миланд Компани неплохое-таки. Эрлигейм показывают. Плокер тоже так понимает, что там могут зайти и как-то особо не высовываться, тоже аккуратно играет. Ну, тем временем Абадон очень даже неплохо фармит. У него уже есть 1300 денег в кармане, 20 крипов. Интересно, как будет собираться? То есть, вы там себе покупать метасы какие-то или еще что-то? Ну, интересно. Вот я не знаю, стоит ли на керри Абадоне как-то так. Ну, вообще я имею ввиду, что там или какие-нибудь, ну что-то фармящий какой-то итем будет брать или нет. Посмотрим, посмотрим. Ну, видимо, рассуждая о том, что у него все очень неплохо с деньгами, то есть если у него еще вот с этой пачкой крипов придут деньги на ресет Мидас, то там уже на фарме 500 голды делают техники. Так, вот летит, а, это тесты летят вниз для команды. А, вот сюда просто положил, курится и все. Чтоб не отвлекаться, на самом деле. Ну, так, а почему там просто в ней привести? Или что так? Как-то, ну, не знаю. В чем-то, в чем-то штука. Ну, я не понял, в общем, этот мув. Чего-то мы не знаем просто. Поэтому мы сейчас с тобой не деремся за прайс паула. Сидим здесь и комментируем лишь только игры, ребят. Ну, пока крипстату, пока тут Керри Абадон, нормально. Да, очень даже неплохо. И вот он, он просто берет Супер Майтовым Пауэр Трет, а он будет, наверное, такого. Без всяких фармитомов, просто фармливайте все. Вот ему можно ПТ на силу, это нормально, потому что он силач. Ему даже не нужно переключать. Ну, только быть может в момент каста второго. Тут, кстати, неплохо так Клаквер пострадал. У него залетела ракетка, залетели параш, но он тут выжил. Коги поставил, вот эти батарейки. А, нет, все правильно, Коги. Коги батарейки. Ну, и Кристал Мейден ему пришла на помощь. В принципе, они могут продолжать здесь ТС вдвоем. Если ребята из Милан Компани уже забили на то, что они могут забирать Сент Кинга в Харде, то Кристал Мейден может помогать Клакверку и они могут даже и неплохо хорасить Гирокоптера и ломать ему как-то фарм. Хотя, в принципе, Гирокоптер отстает от Абаддона на 12 крипов. Довольно-таки неплохо. Хотя, вроде как Гирокоптер фармит. Так, ну, тут пока что все спокойно, даже как-то без километров. Уже 6 минут. Обычно у нас какой-то экшен. Ребята, ну, понимают, что уже гроза вылет, как бы неохота сразу влетать. То есть, первый день, и ты вылетел, но он не особо приятно. Да, участь FlyHamsters ожидает кого-то либо KFC, либо маг. Сомневаюсь, что у них случится ничья, что крайне редко бывает в доте, когда падают одновременно троны. Просто случаи такие, которые можно пересчитать по пальцам. Так, ну... А, вот с Маке... Подожди, да, в Смаке бежит Квапа. Она будет сейчас... Вот еще одно ТП на топ, сейчас будет замест на ТОПе. Да, полагаю, все будет. А Клокер имеет ли 6-й? Клокер еще нет фукшота, но я думаю, этого хватит. Он просто подошел. О, хороший Соник Вейфор. Клокы, но не очень стримов. Отлично сэвит Рубик, просто он не дает поставить... О, и динай, вот это да. Отлично, я даже похлопаю этому Рубику, этому гирокоптеру. Просто отличнейший. Ну вот, все-таки ФБ делает свое милоноро. А штука в том, что Сен Кинг даже не подразился сделать ТП. Если бы Сен Кинг сделал ТП, вполне можно было бы даже убить какую-то Лину. Очень печально. Сен Кинг имеет скрол. Так, ну, ребята, дальше фармят. Ничего такого особо не происходит. Но у Маки уже на 2000 плюсом выходит в Погалде вперед. На 1000, почти на 2000 по опыту. Для 8-й минуты это довольно неплохо, я считаю. Да, Абадон, видимо, будет в Кейл, либо в Армлет, либо в Доминатор. Он взял себе Хелм оф Айронвилл. Посмотрим, что это будет. Ну, это, скорее всего, Армлет будет. Ну, да, ну, там, я не знаю, давно Кири Абадонов не видел. Будем смотреть его и дембилд. Ну, а так спит, на самом деле, неплохо, когда он особенно уже ударит по крипу и последующий удар. Сункинг, так и добился своего, анонсировал мультимейт. То есть, вполне есть сейчас вероятность в ближайшие 60 секунд загангать Абадона удачно. На что ставят внимание? Надо что-то сделать, 52 крипа уже добил. Да, конечно, Зевсу нужно прямо сейчас. Восьмая минута. Бери инвиз, иди ганга этого Абадона. Но он выбивает Queen of Pain в медиа. Тоже не довольно-таки неплохой выбор, я бы сказал. Но можно он на стопом двинуть на бот. Что-то не достигнет, если бы проблем. И это все! Мак... Мак... Найд. Найд тут тоже страдает на топе. Ну, наконец-то он получил свой шестой. Может куда-то даже тэпнуться и... Просто с помощью хук-шот сразу же свой реализовать. Посмотрим. А, вот этот доминатор идет. У... Абадонщика. Ну, неплохой выбор, в принципе, вполне. Ну, чтоб какой-то был Джордж, чтобы он стоял дольше на линии. Ну, и как бы 20 урона тоже не валяются на дороге. О, неплохой хук-шот идет. Врыв на сердца здесь. Должен умереть, да. И Sonic Wave еще попал даже по Санкингу, но... Санкинг забирает все. Абадонщика умирает, я полагином, да? Да, Лину подняли и забрал Рубик довольно... Все просто было. Пока что все идет примерно ровно, хотя Маг лидирует на примерно 1000 по деньгам и 500 по опыту. Ну да, они потеряли уже свое преимущество, которое... Это штука была в Фестбладе, на самом деле. Ну, а счет 3-3, на самом деле, 2-3. Так как Герокоптер заденайл Венжи Фулл Спирит, это очень грамотно. Ну да, да. Точно, по-триджу счет. По факту. Возвращаться на мид Дзевс. Санкинг стоит 10 минут уже в хардвине, конечно, у него есть скилл благодаря ТП на миду, но денег у него маловато, я бы хотел сказать. Ну, окей, есть Аркейн Бутс, но тут нужно как-то уже позвать другого героя в эту сарду. Идти фармить Блингдаггер. Он очень неплохо делает. Засовел так себя. Опять хукшот идет. Отрывается на мид. Зевс очень уверенно откидывается. Да, Зевс неплохо. Откидывался, он еще и забрал. Да, Зевс может. Рубик тоже заберет. Не, Рубик сейчас умрет. Батлиться, батлиться. Да, и Квин оф Пейн. Вот опять не хватало какой-то ТП-шки одной. Санкингу нужно быть чаще на Фоксе, как говорится. Будь готовым выходить на помощь. Ну вот, тем временем Бот все-таки пытается прокушить. Да, кстати, прошу заострить внимание на том, что Outcast на Герокоптере решил заюзать ту же самую остроту, благодаря которой они в прошлой игре проиграли. Точнее, благодаря Макси по ракету. А смотри, тут тем временем нарезает довольно неплохо Абадон. Да, абсолютно без разницы. Он может дайвить за ним даже за Т2. Он может себе это позволить. И ничего не сделать. Все, и убил. Нет опять ТП никакого. Да, все. Севс упал. И пошел дальше нарезать. Теперь Рубика. Опять щит и пошел дальше. А потом он может идти дальше и забирать Рубика также. Тут Квин оф Пейн подлетает. Сейчас будет забирать по ходу. Винга тоже может подлетать. Сейчас он повешает все щит до активации ультимейта, я надеюсь. Да? Ну и просто уходит. Ну, тирео и соседок ультимейт. Я думаю, ему будет... Ну, он может уйти в лес сейчас, пофармить немножко, и я обратно прийти, и уже будет ульта. Ну, чтобы быть убийцей, ему не помешало бы тогда еще сверху орбов веном. И он, кстати, Абадон покупает 7 Мидас. Это, я бы сказал, очень даже неплохой фарм за 12 минут. Доминатор ПТ-Эмидас. Конечно, можно было его взять еще перед Доминатором, чтобы он начал окупаться пораньше. Ну, окей. Ивил решил делать так. Да, все-таки появился и там на фарм. Выход в Миде на Алину. Но тут же хукшот Зевса, и в секунду просто слетает Зевс. Лагуна Блейд. Неплохой такой сейф от команды. И Рубик умирает тоже. Вот, отчейзил с батареями Клокверк. Герокоптер очень легко забирает Кристалл Мейден. И, кстати, чуть не забрал Квапу. Он на нее ракетку посадил, и она влетела. Ребята начинают чезить. Радиент Мидл Тауэр, он встал. Он понимает, что никого не находят, и решает просто остановиться. Если Винга сейчас понял, что ее подсопили, то она может создать инфу, что рядом бегает кто-то в инвизи. Да, она так и поняла, потому что не зря, наверное, она там накричала в какую-то сторону, и как-то... Да, мне кажется, я Винга это могла понять, поэтому она все-таки убежала. С Энкингу тем временем остается буквально ничего до Блингдаггера. Ему стоит еще немножко постоять в песках, в лесу. Прямо сейчас я бы на его месте повернулся, донес бы эти... ...поставшиеся последние монеты. Ну, оставили на фри-фарме гирокоптера, он пока что пытается себе что-то выфармить. Но он далеко не заходит, все-таки опасается, что может быть какой-то там тук-шот, плюс клопа, которая может залететь. Поэтому он как-то вот так вот... Да, он даже, смотри, куда улетает. В лес. Он улетел в лес и вышел оттуда, то есть так. Аккуратно играет на керри. У нас ауткаст не рискует. А тем временем в смоках пытаются ребята зайти. Ауткаст настолько аккуратен, что он даже сам себе отводит, чтобы спокойненько хормить под тавером. Неплохо сейчас дал прокаст, убивает быстренько Лину. Неплохой звоник Wave, но поддержать некому. Вот так вот. Взлечит ракета. Еще и пошел туда. Ауткаст елит. Нет, нет, она должна... Ауткаст елит. Макшная ракета. Да, макшная ракета. Вот она что творит. 500 урона максимального. 500. Ну, тут такое вот, знаешь, можно было бы... Как бы и не отойти, потому что там кулдаун шел, но и... Все равно он получил максимальный кулдаун. Там зацепил. Такой вот момент. Уже появился даггер у Сент-Кинга. Сент-Кинг теперь будет очень опасен, тем более под Зевсом. Да, наконец-то я надеюсь, мы увидим ультимейт от Сент-Кинга, который может устроить неплохой переворот. Особенно под ульт-герокоптера. А вот Сент-Кинга уже начинает лину напрягать. Но довольно зря так далеко заходит. Сейвит лину. Слокер кушает батареи, начинает чесить, но Рубик поднимает его, выкидывает. Не хочет иметь с него общего, но Рубик не имеет до 6-го, нечего практически пока поставить Слокерку. Слокер неплохо шотит и сразу же убивает Зевса. Сент-Кинга зачем-то юзает свой стан, ему нужно на ультимейте как-то влетать все-таки. Чуть-чуть стоять в стороночке и подо всех лететь. Ну вот сейчас нашли Сент-Кинга, но он уйдет. Должен быть делать подкопчик там. Да, он уйдет первый. В принципе, нормально. Тут фармится вражеский стакк анчингов. Ну это правильно, потому что... Очень реже в глаза, что Мидас куплен на 12-й минуте, не на кулдауне, на 16-й. Эншин тоже важны. Фармишь чужих эндшотов, не даешь фармить противнику и профит намного выше, наверное, чем заюзать перчатку. Сейчас сразу будет разряжать перчаточку. Так, ну... Теперь как-то... Все равно герокоптер вот не идет, он не пушит, он просто аккуратно играет. Он там чуть-чуть пропушил, там забрал пачку крипов, ушел там в лес подфармить. Все подфармил там. Вышел, вот опять пачка появилась, он ее сейчас зафармит, уйдет в лес, там отвод сделает, еще что-то. Ой, заговорился, тут замес идет в тем временем на миде. Неплохой проказ дает Зевс. Да, но Абаддон еще даже не активировал ультимейт и Крубик объезжает. Ну, тут думаю, все-таки Абаддон может умереть. Да, потому что... Курьер, Курьер также умирает. У Абаддон, ну... Загуляли Милон Компани. Ну, ничего не было в Куре, так что, в принципе, более-менее нормально. Абаддон, он просто только прилетел Блэйдмейл. Ну, Абаддон, если бы чуточку пораньше прожал бы ульту, там бы верхняя от Зевса бы зашла в ульту, и было бы все шикарно. Он бы мог бы либо убить, либо уйти там, еще что-то. Ну, уйти, навряд ли, конечно, попытаться убить кого-нибудь. Вполне. Тем временем подают... Малышечка. Ребята решают как-то сместиться, но не успевают, как они ничего сделать. Будут просто отпушивать баг крипов. И все. Ну, Милон Компани играет агрессивно, что, в принципе, предусматривает их пик, но Киевсе неплохо-таки откидываются. Потому что есть с чем. Ну, Зевс пока что очень много делает для команды, на самом деле. Очень много деможи вносит. И этого вполне не хватает. Ну, а по графикам, по опыту на ноле, и на деньгах буквально тысяча разница в пользу Киевсе. То есть Киевсе сравняли? Надо как-то ободону сейчас напрягать. Вот у них есть вот три стана. Это его... А, вот, влетает в ответ. Клак вверх, и... Рубик, конечно, тут умирает. Без шансов. Пакетка полетела в Рубика, но... Так много дамажа. Три соточки, конечно, нет. Как немало. Много. Три соточки. Задит. Будет дайв сейчас под Тайвер. Надо убегать как-то к Герокоптеру. Надо делать кулдаун. Да, нужно делать кулдаун. Быстрее. Ну, там есть ультимейт у Абадона. О, отлично, Винга схлапает. А даст, наверное, из себя. Неплохой Саник Бейв. Саник Бейв. Саник Бейв. Ну, тут очень много сделал сейчас Милан. Санкинг байбекается. У него есть ультимейт. Он хочет сделать ему вот же видосик. Ну, там есть ультимейт у Абадона. Максимум, что он ждет, активировать его. Даже дайте, да что. Заметил, что Киевси очень любят рейс Бейв. Саник Бейв. Особенно и Хармайнер. Вот, и на Ганслиер. Спокойно стоит. Вот, он врыв неплохой. Отлично. А, нет, ну и он ее забирает. Молодец. Ну, что вылезло. Просто отлично. Вытащил из этого момента по максимуму. Он может сейчас активировать ультимейт еще Абадона. Надо бежать, бежать. Ой, может за это поплатиться. Нет, отлично, Блинквис. Да, неплохо такая развлекается. Ну, тут взлетает Клокер. Ну, будет. И сколько в Бороу Страйк. Тут уже почти вся команда. А, тут уже обе команды почти спастились. Сразу же под ракету. С этим длинным станом. 2,8 секунды стана это очень немало. Как раз таки успеет прилететь обе ракеты. Ну, вот Ауткас, как я и говорил, что аккуратно играет. Не пытается как-то сейчас нарезать какой-то файт. Пытается отфармить и рассчитывает, видимо, на летгейм. Но он отстает от Абадона на 3,5 тысячи, что довольно-таки немало. Ну, вот смотрим. Ну, да, потому что у них разница по крипам в 40 штук. Немало злотно. Герокоптер привлечил в себе Сатира. Сатира сейчас будет стакать для него. Потом можно все-таки Герокоптеру как-то вмаксить Кэнон Флэг и уже идти, фармить аншитов. Но в данный момент он максимал ракет бараш и ракету. Поэтому фармить аншитов и нечем. Ну, у него еще до этого собрали целую два стака, так что, да. Там-то хоть, может, какие-нибудь саппорты, я не знаю, вы подошли и помогли. Там та же Венгарта. Та же Венгарта. Та же собрать Хекс. Идут вылазка в Смоке. Ребят. Видят Герокоптера. Как я понимаю, Финн Флэг ждет, пока обойдут саппорты, чтобы блинкнуться дать по каст. Да, мне кажется, Герокоптер вполне-таки может отъехать. Да, тут врыв от флакверка, даже под кладаун пошел. Ну, неплохо, неплохо, когда он отдамажил. Идет Зевс, выходит, Лина в него ультует Блокон Блэйд. Неплохой свапчик. Флакон тоже отъехал. Ребята что-то до конца начали играть, и это была ошибка для них. И поэтому за это не поплатились. Вот, наконец-то, ульт увидели от Санкинга. Хоть и в одну вопу, но зато уже она у нас на фонтане. Абаддон почему-то гулял, не пришел туда взамес совсем, видимо, ожидался какой-то рядовой ганг быстренько разобрать Герокоптера, а все перелесло в масс-файты. Да, ну, Зевс, конечно, тащит очень, тащит. Много дамаги вносит. Да, и тем временем Милан Компани потихоньку начинает отрываться уже. Три тысячи по деньгам и две тысячи по опыту. Ну, не знаю, такие вот файты не в их пользу могут все обратно развернуть. Такая игра. Я бы сказал, Маятник, не совсем понятно, в чью сторону. Ну, на мой взгляд, Герокоптер будет намного сильнее того же Абаддона Керри. То есть, если там Герокоптер зайдет и прожмет с флагкэнона, он будет просто всех убивать. Пока Абаддон будет за кем-то гоняться за ним. Не знаю, не знаю. Начало вроде бы выглядело неплохо, да, вот как мы играли в Маг, команда Маг. А сейчас что-то как-то не знаю. Ребята сдали позиции. Сен Кинг выходит в Абаддона, просто развлечивала. Абаддону даже туком нечем контролить, он... Ну, нечего дать, его просто пришли сюда, начали бить, и бьют, и бьют, и бьют. Да, ну, а сейчас... А вот он сейчас начинает. Неплохо. Разглядит, думаю, этого Рубика, но все. Абаддон... Ну, абаддон нужно ретироваться, потому что 300 хп. Да, и вот смотри. Вроде бы... Наши должны мыслились. Кого-то засейвить все-таки. Давай, Ганслингер должен сейчас давать плохой станок у кого-нибудь. Лина, Лина. Страдает, страдает у нас Кирокоптер, но он прижимает барабаны и отходит. Сразу же Ганслингер в этот момент забирает Лину. Пытается как-то поймать, но Ганслингеру делать даггер-аут, и все. В принципе, ребята размансили. Да, отлично, Мансилир. Fight Recap у нас, конечно, неудачно, потому что слишком долгий файт был. А поддельно просто нечем контролить. Ему этот Blade Mail, он не прожимает толком. Если был на место Blade Mail, а заехал в Bashar, то было бы намного веселее. Какой-нибудь же Горокоптер или Сент-Кинг не убегали. Да-да-да, вот у него есть сия, и если бы был бы Пашар, то это было бы круто. Он бы просто сцеплялся в одного, и он бы никуда не уходил, в любого бы сцеплялся. А Баддона как бы убить не совсем легко. Врывается калкверк и убивает... Нет, не убивает неплохой... Нет, не убивает, пол она сейвится, но все-таки ракета попадает, и так же Рубик отъедет. Ну вот, нормально. Ну вот такой-то предъединичный. Вот так и надо играть в команде МАК. Рошан! На самом деле у команды МАК есть все шансы забирать Рошана, но они зашли туда слишком палевно. Сент-Кинг уже на Фоксе, но его контролирует в Пейн. Ребята просто тыкают Рошана. Да, он конечно долго забирает. Произойдет быстро. Не, все равно долго забирает. Ну, демор же еще не сцепляешь и много. Ну, атак спит очень даже. Ну вот, уже начинает туда заливать. Кентавр забегает туда станет. Ждет, ждет. И станет. Ну, понимают, ребята. Ждет, ждет, ждет. А вот, просвет дали, надо сейчас пытаться как-то... Да. И Клокверк... Не в того влияет. Не в того влияет. Да, если на Сент-Кинга, но все-таки попадает, то в кого нужно. Девс аккуратно отходит. Сент-Кинга. Сент-Кинга. Мимо. Сент-Кинга. И даже сцепляет дошли. Лагун, конечно, решает. Вот сейчас надо добирать, ребят. Ох, неплохой станчик от Сент-Кинга. И туда залетает кудаун. Да, конечно, забирает Рошана, но там неплохо сцепляет кудаун. Ну вот, нарезает, начинает. Они закайтят их, мне кажется. Там еще есть слаб, можно обмануть еще не раз. Неплохо Клокверк залетает и сейчас убивает. Надо бежать, бежать. А, не, мне показалось щит на него. Щит только что с него спал, щит на нем был. Ну вот, вот этот абадон. Возьми, пожалуйста, Паша, на кстати. Тебе нужно контролировать их просто чем-то. Ну тут Клокверк 2 800 влил. Нифигасими. Вот это да. Вот это молодец. Клокверк, да, на самом деле, показывает очень даже неплохую игру. Такой Клокверк на уровне Адзертая, наверное. Осмелюсь так сказать. Да, и Kill the Substance у него таки неплохой счет. Ну и все, и графики поползли вверх сразу же после этого файта. Ну это вполне логично. Да, да. Ребята дали неплохой файт. А Айлз все продолжает фармить, фармить, фармить. Наращивает свое преимущество. Да, мне интересно, какой следующий будет итем для... Ну он повел как раз таки Куру в потайную. И если это будет что-то на атак спид, ну это... Просто зачем тебе? Не хватает контроля, возьми же это что-нибудь. Да, он все покупает Demon Edge, но МКБ тоже довольно-таки вкатит. Если это, конечно, не... Не доедалось. Лина отпадает. Ставится пауза, в чем же дело? Опять интернет, наверное. Быть может? А нет, все, вернулся. Может быть что-то такое. Может тут как вылетел там. Еще какой-то клиент крашнулся. Не знаю. Ну всякое бывает. Киевси не отвечают почему-то. И просто отжимают. Ну как бы ни дело. А, это Амилана, наверное. Подожди. Но киевси же нет. Я что-то перепутал. Да, как-то. Ребята просто взяли, отжали нормально. Но Т-2 разменивают сейчас на Т-1. Бум! Вот он! Бум! 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 Бум, бум! 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 Много дэмэджа впиталось, и это все ушло в этот, в Блэдмэйл, и туда идет, а потом все под Блэдмэйлом включается руда. Он будет скиприз жизни, но... Плохой Соник Вейв. Но... Да, надо, надо, заходить. Он будет просто разменивать сейчас Анигас. Зря на самом деле, сейчас он отъедет всем же успехом, ультимейта уже нет. Могут его еще дочезить. Да, будет Бороу Страйк буквально через 2 секунды. На двух форстафах полетел Зевс, забавно выглядело. Все-таки обода на идет. Ну да, не такой уж и тонкий герой. Но они тут неплохо подрали сейчас KFC, выиграли там много денег, отыграли. Да, буквально немножко графики сползли вниз в пользу KFC. Еще они выиграли. Погалдей, ну и опыт в принципе тоже важен. Только не там опыта. Варить себе МКБ все-таки? Ну хотя бы что-то. Хоть какой-то микро там паши будет, какой-то контроль. Но это тоже такое. Можно еще сверху сварить скади тогда. Ну тогда уже будет достаточно контроля. Окей, микро баши и сильное замедление ед пассивки и от аэв скади. Ну а герой коптер тем временем имеет 3200 голды. Если он пойдет в бабочку, то это будет ход зря. Потому что до МКБ у бабдона остается буквально 500 золота. Но все-таки игрокоптер пока что не покупает ничего. Может это будет и сатаник. Вдруг. Нежданно. Ну мне кажется ему нужен дэмош. У него в принципе он неплохо так позиционирует. И не особо вот так. Да, все-таки тоже МКБ так же сварить. Попробовать. Надо пытаться сейчас с маком куда-то выйти. У Лины тем более есть иул. Еул поднимаешь, стан. Все по таймингу убиваешь. И можно дальше идти давить. Мака вообще все очень хорошо устроен для ганга. Там вот тавер уже пол бака. Так что нормально. Пока что ребята решают что ты им делаешь. Смотрят. Ооо. Плокерка уже есть и ганим. Отлично. Врывается в Плокерка. Походят в Плокерка. Да. Плокер здесь может умирать. Но он может сражать Блэйдмейл. Тут подраться еще. Он сейвит его. Квин оф Пейн летает. Дает ультимейт по двоим. Крадет Саниквейв в ответочку. Санкинг отлично влетает по троим. Боже мой. Сверху влетает ультимейт Зевса. А потом пытается сражаться. Взлезается в Венгу. И потом в гирокоптера не может никого толком бить. Ракета сейчас добьет этого Клокерка. Ну и сейчас раскатит просто Абадон. Ой. Санкинг Кромазон. Станом. Ну его просто кайтят. Ну все. Абадон вкинется. Ну Венгарь. Что значит самоубийство. Это. Минус пять. От команды KFC. Вот и Керри Абадон. Одного саппорта. Вот так вот. И они выиграли. 5100. 5200 даже они выиграли по голове. 5200. Вот это да. Графики уже в пользы KFC. Ну так вот. С один файт они просто взяли перевернули всю игру. Да. Керри Абадон видимо не лучше здесь был выбор. Ну или по крайней мере и тембилд его тоже. Такой себе. У него 300 дэмэджа с руки. Но. Но он их не наносит. Он его просто катит. Да. Он потыкал пару раз Венгу. Венга отбежала. Гирокоптера. Гирокоптер отбежал прожав барабаны и фейзы. А мы его подняли. Ну хотя бы ему надо БКБ что ли. Чтобы он просто мог бы. Чтобы его не катили. Он его просто постоянно катит. Там поднимут еще. Ну хотя. Они также будут БКБ его просто убегать от него. А потом. Опять будут хвастанами. Поднимать там. Раскидывать. И так далее. Кабадон должен быть я полагаю на острие атаки. И сам инициировать. То есть пускай у него есть этот ультимейт. Он может. Начать их там всех разминать. А потом уже когда ребята разбегутся. Может сверху. Соник вейв. И хуки. Им стоит контролировать этого Сэнкинга например. Но все получается по другому. То есть какой то невнятный ультимейт от Квапы. Подвоим. Тут же его забирает Трубик. Обратно отдает. Ну и гирокоптер покупает бабочку. В то время как видит МКБ у Абадона. Ничего не боится парень. Ну. Абадон его так почти не догоняет. Не бьет. Так что может против других. Но хотя другие особо с руки и не бьют. Не знаю такое. Возможно даже что то другое было. Получше. Может быть даже. Ту же Сашу и Яшу. Чтобы статы были. Ожирнее было. Ну не знаю. Да. Ну уже в лейте. Видимо. Не хочется найти какую то Сашу и Яшу. МКБ бы здесь чтобы вкатило. Да. МКБ бы. Мне тоже кажется что МКБ получше. Да и МНТО как вариант. Вообще. Чтобы. Чтобы стопроцентно. Этого Абадона игнорить. То есть просто размонтился. Пока Абадон определит еще кто есть кто. Он и так не может законтролить даже одного гирокоптера. Если их будет три. Да да. Все именно так. Ну посмотрим как. Зайдет бабочка. Все таки скорость атаки будет бешеная. Он также может неплохо нанести. Заходят в самоках. При этом. Зевс проверял. В этой верхней. Молния. Есть ли там ворды. Находят хасты. В принципе неплохо. Должны хаст взять. Рошана пока что нет. У него еще остается буквально пару минут. Полкарь минуты. Ну нет Керри Абадона. Сейчас Керри Абадон будет приплывать. Высучался. Пока Керри Абадон умирает. Пока он все себя в это принимает. К примеру Акету еще. Ну вот они его вернули. Влететь туда сверху. И все он должен умирать. Где Клоктер. Почему они не влетают. Вот и все. Вот и все. Вот и весь файт. Постеснялась. Queen of Pain. Постеснялся. Клоктер. Хотя можно было влетать. Они очень долго били с Керри Абадона. Абадон уже догоняет потихоньку геррокоптер. По нетворцу. Так что все вполне нормально у команды KFC. 2000 опыта апает команда KFC с этой смерти одного лишь Абадона. На Клоктер уже есть. Абадона. Как там. Скайс оф Пайс. Давно. Давно она его имеет. Она свалила и пирамальку. Да. И ты его об этом свалила. Понятно. Понятно. Даже перед ПТ. Нифига. Я что-то как-то проморгал этот момент. Ну и 5000. Даже 6000 имеют по опыту превосходства KFC. И по деньгам уже все в нолях. То есть если еще Мак до этого момента были впереди. Хотя Абадон в принципе топнетворст. Обгоняет геррокоптер аж на 2000. Все равно не дает превосходства. Потому что Керри Абадон и Керри Геррокоптер. Тоже здесь слабо сравнимы. В лейте. Да. И тем более там такой Абадон я бы сказал. Что как бы вроде бы Керри щи да. Но Блэйд Мэйл. То есть он как бы пытается что-то его били. Там как-то танкует. То есть такой не совсем понятно для меня. Какой-то билд. Может быть я не понимаю что там чего-то. Не знаю. Но Баш конечно будет тут вообще на нем круто бы смотрелся. Ну и БКБ ему тоже надо. Да. Это просто ненужный блин. Блэйд Мэйл. Но оно толком не прожимает. И там ребята могут подождать этого Блэйд Мэйла. Так же как ждут его ультимейта. Если вместо этого айтема поехал Башер. Было бы намного веселее. И Mask of Madness бы тоже вместо Lominator в начале вкатил бы. Но что ему на самом деле по барабану. Кто его и сколько там бьет. Ну да. Больше скорость. Mask of Madness дает еще скорость передвижения. Что немаловажно. Для минищиков. Да. Можно было еще взять вместо ПТ в Фейзи. И просто с Момом, с Фейзами на 5-2-2 бегать. И еще к тому же под пассивкой. Да. Пить всех. Но он решил в такую более какую-то плотную. Сражающую. В сборочку пойти. Но. Его просто кайтит на самом деле. Просто разбегается с ним. Вот смотрим. Пытается зацепить кого-то. Просто. Должен сейчас зацепить. Неплохого-то от Сенкинга. Сенкинга. Да. Он поймал. Неплохо вошел. Ну вот кого-то он забирает все-таки об этом. А потом когда забрал Зевса. Сейчас будет дальше отражаться. Но вот. Он неплохо. Он так-то больно бьет. Но ему не дают бить. Вот и все. Вот в этом его проблема. Нужно БКБ на самом деле. Он очень сильно контролирует. Спин оф Пейн тоже такая стеснительная. Она могла там еще очень немало таки помочь Абаддону. Дать пару скримов. Может быть даже кого-нибудь и затыкали. Ну. Все складывается так как мы видим. Рисковая попытка сделать керри Абаддона не оправдывает себя. Да. Можно было бы много других керри взять неплохих. Ну да. То есть. Абаддон в осадной позиции толком не фармит. Даже не знаю что он все хочет нафармить. В дэмэдж ему уже идти нет смысла. 300 и так уже тысячи с руки. В то время как у герокоптера 250. Хватит Абаддон. Тебе нужно больше контроля. Нужно БКБ. Да. БКБ ему нужен либо контроль либо антиконтроль. Да. Потому что там целая куча станов просто огромная. Возможно есть такие знаешь там какой ничь. Лотос Орб от команды чтобы ему на него вешали чтобы его не контролили. Это было бы круто. Да. Вместо пайпа на клокверке собрать Лотос Орб, давать его Абаддону и пускай разбивают себе лица KFC сами. На самом деле огромное множество спеллов. И ракета и стан венги и болт зепса. То есть все равно это как бы заставило ребят там подумать чтобы ну не кинуть лишний спелл там Абаддона. Абаддон бы просто на всех парах бы шел. Гирокоптер с уверенностью идет вперед. Там есть Эгис. Ну опять сейчас его будут пытаться катить, доводить до ульты и потом убивать. Ну вот этот кири Абаддон буквально пару спеллов и вот у него уже нет пол столба. Он ничего не может он как-то. 20 армора эти. Еще был бы смысл в Блэдмэлле если у него был бы допустим Тайгер. Ульт влетает. Крисломебель в секунду буквально разлетается. Гирокоптер настреливает. Ну вот только сбивает Айегис и все. Уже минус 3 минус 4. Крин оф фейн вообще очень поздно приходит. У него хекси на кулдауне. Турикана ультонула и сейчас тоже откинется. Ой-ой-ой. Забыли все. Минус 5. Full Team Vibe. Вот тут да. Вадди на Айегис. 5-month Full Team Vibe. И это уже плюс 6000 для команды KFC. И выкупов, как я понимаю, нету что ли? Денег здесь нет, здесь нету, здесь нету. Здесь нету. Здесь нету выкупов. Ни у одного команды. 9000 по деньгам уже. 15000 по опыту. Просто нечего делать уже в Milano Company. Все. Абадон уже не сможет никуда выбраться. Ну только если он как-то супер резко дофармит все день БКБ. Там продаст Midas. Еще может быть что-то будет. Но без двух сторон далеко не уедешь. Ну все, тут ребята уже как-то даже... Даже не пытаясь дефать. Понимаю, что все очень плохо. Нет, ну вот вроде последняя попытка сейчас будет. Но ребята из KFC как-то, знаешь, решили. Рапиров георокоптера, между прочим. Оп, первая рапирка уже. Да, шутка про хвоста. Раз рапирка. Ну это уже такая рапира не ситуативная, как бывает у хвоста. Это уже просто на Глори. Так уже все. Мы победили. Изи. Хотя вот сейчас перевернется все и просто будет у Абадона штычки по 600 и будет БКБ. И со с одной стороны даже можно будет выиграть. Да, если просто пойти в трон и все. Да, без проблем. Тычки 600. К тому же еще вот третья пассивка для всей команды. Все это... Рискуют, рискуют ребята. Более чем вернее, что георокоптер на самом деле покупает рапиру только для того, чтобы он выглядит красавчиком на скриншоте финальном. Первая рапира на нашем турнире. А, да. Уже 700 урона, ну блин. Тяжело будет все равно забирать как-то георокоптера. Но там видишь, у Лины как бы нету аганима, чтобы его забирать. Посмотри на деморс сейчас у георокоптера, то есть это ну примерно 600. Походит уже к Венгии, это практически 700. Да, там Владимир. Мне нравится, кстати, item build у Венгии. Довольно очень хорош. Все важные итемы она собрала. А, Владмир и Венжи Саура. Да, Владмир, Форстаф, плюс Солвар Крест новый, который дает очень много. Все довольно неплохие итемы. Не хватает еще такого своего айтемов глимерскипа и еще... Да, 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 да. И вообще будет шкалом по Сорбо. И все, все просто. Венжи Фул Саппор. Ну и так уже, мне нравится сбор. Соборочка. Да. Очень полезно, я бы сказал, каждый айтем она юзает. Каждый. Так смотри. Ну если посмотреть, да, у всех есть почти форстаф. То есть просто они... Вот у всех есть почти форстаф кроме керри георокоптера, чтобы кайтить. Просто кайтить Абадона. Да, просто разбегаться от него. Кому-то тычку дал форстаф или. О, залетает георокоптер, просто БКБ и... Сейчас... Посмотри, насколько быстро распадется этот блок. Неплохо залетает Санкинг опять же. Гонит он здесь. На себе стягивает Абадона. Абадон не может догнать и все как-то. Опять раскатили. Но минус два сделали с этой командой. Вот сейчас посмотрим. Вот если... Абадон таки вылезет и БКБ. Смотри, смотри. Боже. Букавер, подбирай. Рапира, Рапира. Еще ультимейт из Абадона. Санкинг с Рапирой. Ее успел выложить. Молодец. Санкинг за Сейлору, Рапира. Уходит, был, был шанс. Без ботинок он бежит за нему. Он без ботинок сваливает, за ним бежит, пытается его поймать. Пошу Санкинг, бедняга. Ну, геокуптер, молодец, он успел выложить Рапиру. Изи. Не знаю, насколько честным ты считаешь, что можно западать. Рапиру. Ну да, она должна все-таки выпадывать, по идее. Ну да, тут ее... А, кстати, совсем забыли мы с тобой, что 330 урона дает Рапира же. Да, она дофига вообще дает сейчас. Ее все время апают, апают вроде как. Она же сначала вроде было 200, потом 250 сделали, а сейчас 330. Я, конечно, так сильно не слежу за этими заидами. Просто смотрю, иногда смотрю пару матчей, интересных там наших СНГшных. Ну и в последнее время за секретами тоже смотрю, как они образовались. Нравится, как мне, как команда, они в целом очень хорошо выглядят. Это такие стихи дотеров. Такие старички. Ну да, ну там и... Лучшие, я бы сказал, такие ребята просто собрались. Ну и да, и два таких молодых ребята. Клинопайн видела сапог Сэн Кинга и... Что вы оставитеся на базе? Трофей этакий. Сняли обувь Сэн Кинга. Это правильно. Рошана забирают также опять... Ну... Команда KFC. По целору квестом это будет происходить более чем быстро. К тому же рапира. Да тут еще будет кидаться вейфов террор и все. И там вообще... Сколько лучше? Минус одна броня пока что. А, вот вейфов террор. Минус семь. Минус семь. Отлично. Ну можно еще... Никому даже Егис не нужен, просто на него посмотрели. А, ну ладно возьму. Возьму. Винга. Винга таки все таки видимо решила сварить себе именно лотосорб. Ну вот мне нравится, говорю, что я не знаю. Он тоже билет его. Он грамотно играет сейчас. Человек на виде. Кто-то слушает наш стрим, видимо. Рассуждала, что собирать на тот раз. Мы и подсказываем. Ну и я полагаю это будет финальный заход на хайграунд от команды KFC. Ну это понятно. Полдион компанис стоит всего лишь один барак. И они очень сильно рискуют разделить судьбу вместе с командой Флори Хамстерс. К сожалению, да. Абадон стоит на передовой, готов грудью защищать от последнего барака. Абадон собрал себе аганим. Хочет приносить толк и команде, а не только керить. Абадон не будет. Вот он получил проказ. И на стол столба даже больше. Абадон собрал себе ковидов сзади. Неплохой сегодня ковидов сзади. Ну, убивает. Просто тут герокоптеры. Пытается уступить герокоптеры, но тут просто нет демеджа. И это Рэмпэйдж. Ну, сейчас посмотрю. Смотри, смотри. А, ну все, конечно. Сатаник пошел. Оставьте Рэмпэйдж. Это будет первая рапира и первый рэмпэйдж. Рэмпэйдж. Отлично играет Ауткасс. Первая рапира и первый рэмпэйдж. Неплохо. Похоже, он играл аккуратно. Играл аккуратно и это оправдалось. 20 на 4 сыграл по итогу. Ну, может быть, конечно, еще сделать так, что маловероятно, но все равно вот так вот. Аккуратность привела к победе. Да, герокоптер очень рано. Сбс наиграл, даже сам себе отводил. Был осторожно. Я поздравляю команду KFC. Они, конечно, проиграли прошлую игру разгромную, но неплохо все показали в лузер-сетке. И проходят дальше. С чем мы их и поздравляем. А команду Mac, конечно...